Доброе утро, друзья! По-прежнему на календаре понедельник, 28 ноября, и по-прежнему в эфире телеканала СТВ, программа «Утро», студия «Хорошего настроения». С 28 ноября по 2 декабря в Адис-Абебе, это Эфиопия, пройдет очередное заседание комитета по охране нематериального культурного наследия. Ее участники рассмотрят 37 новых заявок на включение в список нематериального культурного наследия человечества. ЮНЕСКО занимается этим вопросом, и туда включаются всевозможные популярные обычаи и формы творчества. Наша страна тоже подала свою заявку, и мы предлагаем внести в этот реестр Буцловский фест, празднование в честь Буцловской иконы Божией Матери. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела научно-методического обеспечения по охране историко-культурного наследия Государственного учреждения образования и Институт культуры Беларуси Елена Калиновская. Доброе утро. Доброе ранец. Доброе утро. Ну а нашу душевную утреннюю беседу согреет чашечка ароматного английского чая «Ахмат». В честь своего 25-летия компания «Энергия» в ноябре дарит юбилейные скидки свыше 25% на популярные сорта чая «Ахмат-Ти». Подробности на сайте ahmati.by. «Ахмат-Ти» подражать сложно, повторить невозможно. Не беспокойтесь, этот аромат невозможно описать словами. Терпкий аромат чая «Ахмат-Ти» возвращает нас туда, где мы счастливы. «Ахмат-Ти» подражать сложно, повторить невозможно. Елена, угощайтесь, пожалуйста, чаем. И самое время за душевным чаепитием поговорить о духовном. Что вообще представляет собой вот этот список всемирного нематериального наследия? И по каким критериям вообще происходит отбор? Как туда можно попасть в этот список? Особливая увага нематериальной культурной испадчине почала надаваться после принятия конвенции об нематериальной культурной испадчине в 2003 году. Гэта конвенция закликана уделить особливую увагу нематериальной испадчине, якая забеспечывая культурная разнастаяность, якая садзейничая устойлемому разведцю тых тейншых регионов, а так сама взаимодзеянню поміж народами, а так сама культурному диялогу. И у рамках этой конвенции Межурадовый комитет по нематериальной культурной испадчине разглядает и интинший пропановый держав на уключение у сусветные списы нематериальной культурной испадчины. Таких списов иснует некольки. Есть репрезентативный спис, у який вносятся наибольшадметные элементы життедейности, яких належным чином подтримливается. Так сама есть спис элементов, якие потребуются оховы, якие заявляются под погрозой изникнения. И так сама есть пиралик лепших практик и лепших узоров деяностей по охове нематериальной культурной испадчине. Буцлавский фест претендует на уключение у репрезентативный спис нематериальной культурной испадчины человечества. Елена, ну что конкретно представляет собой Буцлавский фест? Вот для тех, кто ни разу там не был, не представляет, что это такое. Буцлавский фест – это традиция ушанованья образа Божой Мати Буцлавской. Это традиция, наличивая уже не одностагодзе. Непосредственно сам фест, який отбывается у первой выходной лепени кожный год, одновленный в 1992 году. И с того часу он отбывается каждый год. На его стякается великая колькасть так званых пилигримок. Это значит, что люди из всей Беларуси на протягу тыдня идуть на этот фест, пешу идуть, спиняются ночевать у тех тех и инших местностей Беларуси и идут далее. После прихода на фест, так само те, кто приехал на фест на транспорте, пачинают удельничать у великой колькасти духовных практик, службов. Так само дейничая фестовый кермаш, выступают разные музычные коллективы. Тобок великая-великая колькасть мероприемств, якая фактично на протягу суток бесперапынно отбывается у невеликим местечку Буцлав. Ну а если говорить о том, что уже включено в список, чтобы мы понимали, о чем вообще речь идет в целом, что там уже находится сейчас именно от нашей страны? Предложения какие? От нашей краины уключены у спис элементов, которые потребуются с обливой аховы, калядны обрат цары, которые отбываются, что год увезцы семьи Живокопыльского района. То есть пока одно событие, один такой фестиваль, который надо охранять непосредственно. А вот, я прошу прощения, белорусский язык как таковой, он может быть внесен в список охраны? Или это какие-то другие списки? Мова так само является элементом нематериальной культурной спадчины, и так само можно разглядаться как элемент, який потребует аховы. Ахова подразумевает наиперший забеспечение житцедейности, то, хоть и иншого элемента. И нельзя сказать, что мы лечим спадчины только то, что включено у списка ЮНЕСКО. Наиперший мы лечим наибольшей каштовой спадчины, и то, что включено у наши белорусские списы, державные списки историко-культурных каштовностей. Давайте про вот этот наш национальный список. Что там в этом списке? Большой ли он? Значит, спачнем по парадку. С того момента, как Республика Беларусь долучилась до этой конвенции, она зарабила это одна из первых, у нас на территории ведется дейность па выявлению элемента у нематериальной культурной спадчины, як их вызначая конвенция. А конвенция вызначая некальки важных моментов. Гэты элементы павинны быть житцяздольныя, то есть павинна быть супольнасть, якая практикует эти иншые традиции, веды, навыки, уменни, и мае механизм пераемнасти. Тобок, можно прасачыть, откуль гэты люди засвоили гэты навыки, гэты узоры творчасти и як яны передаюць. Только те элементы, якие на сегодняшний день практикуются конкретными супольнастями, з'являются згодна конвенции элементами нематериальной спадчины и уключаются у державный спис гисторико-культурных каштовностей Республики Беларусь, у яким ёсь специальный раздел прасвечен нематериальным культурным каштовностям. А какие объекты в национальном списке нематериального наследия и, может быть, можно заострить внимание на некоторых из них? У державный спис гисторико-культурных каштовностей Республики Беларусь уключено 111 элементов нематериальных проявлений у творчести человека, среди каких великая колькость розных традиций, розных обрадов, народных хромествов. Вот, например, Худка почнется калядный период, великая колькость калядных объектов, великая колькость весновых обрадов, цікавые аромёствы, традиции, например, шаповальства, традиции выробы музычных инструментов, некольких народных танцев, великая колькость песенных традиций. То есть это самая разностайная колькость цікавых проявлений нематериальной творчести человека. Наше богатство. А как часто пополняется этот список? Или, может быть, наоборот, есть такая возможность, что что-то из списка и вычёркивают? Ну, а вот попало какое-то событие. Что сразу же получается? То есть начинают выделять какие-то деньги для того, чтобы сохранять, начинают организованно проводить, распечатывать сценарии, как это всё делать в других местах. То есть что означает для мероприятия? Скажем так, дейность починается задолго до того, як элемент буде уключены у спис. Для того, как подрыхтовать элемент для уключения у спис, рыхтуется пакет документов, рыхтуется специальная документальная форма, якая по крытериях ЮНЕСКО подрыхтована. И в этой форме даются отказы на вельми важные пытания. По-перше, якая супольность практикуе элемент? Які назабеспечивая механизм переемности? Як мясцовые улады садзейничаюць под трымку тых-теиншых элементов? Які обавязки берут на себе мясцовые улады па захаванню? И, конечно же, сама супольность мусить письмова выказать свою згоду на уключение этого элемента. Потому что само уключение у спис да еху чей статус, имя, махчымасть, имечненьки, да, яким можна карыстацца надалей альбо не карыстацца. Тоя ж самое тычыцца и сусветных списов. Хотя, конечно, калі мы признаем некие наши традиции, веды, навыки за каштовность, то до них пачынается повышенная увага, з'является махчымасть запросить и у мясцовых органов улады сродки на подтрымку. Як правило, мясцовые органы улады идут на сустрач. На узровні ЮНЕСКО так само кожная країна може попросить финансовую допамогу пад паўныя конкретныя программы па захаванню нематериальной культурной спадчины. Ну, условно, паших костюмов, запись фонограм, либо... Ну, не зусім так просто. Кап попросить эту финансовую допамогу, треба стварить саправды паўную программу с метами, выниками, с механизмами, якими она будзе ажыцёвлена, и гэта будзе пристальна разглядацца, и на прадмета те отпавідае гэта метам конвенциў. То есть гэта доволі такі складаны пакет документов. А почему именно Бутсовский фэст сейчас наша страна предлагаўет внести в списак всемирного нематериального наследія? Ведаеце, все, што тычыцца нематериальной спадчины, яно часам иде знизу, иде непосредна ад супольності. Вот калі пачынаець людзі думаць пра тое, шо вот ў нас ёснінкі такі каштовныя з'ява, и мы хацелі б яе прадставіць на республіканскім узроўню, ці на міжнародным, як правіла, далучаюцца эксперты, далучаюцца мясцовая органы улады, далучаюцца в учоныя, альбо іншыя арганізацыі. І вот калі ў гэтай супольності, якая сформіравалася, раптом узнікае ідея, што мы маглі б яшчы больш широка прадставіць гэтаю традицію, вось тады пачынаецца гэтта работа, ну, адповедна наш інститут, забезпечывая метадычную допамогу гэтай дзейнасті. Мы благодарим нашу гостю, напоминаю, у нас в гостях была заместитель начальника отдела научно-методического обеспечення по охрані историко-культурного наследі Государственного учреждення образования Інститут культуры Беларусі Елена Калиновская. Спасибо вам большое! Мы идем провожать нашу гостю, а с вами увидимся сразу же после выпуска новостей. Музыка